Поступила заявка от компании «Бонум Траст» по инвестпроекту строительства завода по производству прицепной и полуприцепной техники. У этой компании три производственные площадки в Ростове, Оксайе и Новочеркасске. А теперь она расширяется в особоэкономической зоне Ростовская. Подано сразу две заявки – «Бонум Траст» и «Бонум Танкерс». Последний выпускает металлические цистерны, резервуары и емкости. Планируется увеличить выпуск полуприцепов в 2,5-3 раза, а сэкономленные на налоговых льготах зоны деньги вкладывать в дальнейшее развитие. Мы проделали уже огромную работу, мы подготовили уже и участки, и подготовили сети. У нас там, мне кажется, что порядка 18 гектар земли, газ, вода, свет, все есть. То есть мы подготовили заранее, проложили на наши участки коммуникации. То есть мы уже готовы. Мы провели уже огромную подготовительную работу. И в самое ближайшее время, после того, как мы подпишем документы, мы запустимся. Рассчитывают на 5-6 лет, чтобы набрать персонал и полностью запуститься. А работать там будут полторы-две тысячи человек. Единственное, что нужно – отрегулировать подвоз заводчан к месту работы. Областное правительство обещает помочь спусконаладкой. И вообще в ОС можно вести бизнес на особых условиях. У нас Министерство экономического развития региона продолжает принимать заявки. Их очень много по размещению и созданию новых производств на территории этой зоны. Только на старте для того, чтобы эту заявку рассмотрело правительство Российской Федерации, было больше 8,5 миллиардов рублей заявлено инвесторами. Сейчас эта цифра значительно выше. Это создана инфраструктура, по сути, понятны все условия. И, конечно, те налоговые льготы, которые даются предпринимателям, создают им более интересные условия на рынке. На первом заседании Совета по предпринимательской деятельности на территории особоэкономической зоны Ростовская коллегиальный совет дал компании «Бонум» по всем критериям максимальное количество баллов. Заявки одобрил. Открытие такой зоны на территории Ростовской области – это впервые состоялось. Это доверие со стороны федерального правительства к Ростовской области и доверие нашего профильного министерства экономического развития Российской Федерации, всего его руководства, департамента регионального развития, всей команды МинЭКа. И самое важное, конечно, это доверие инвесторов, предпринимателей к деловому климату, к инвесклимату в нашем городном регионе. Ростовская ОЭС создана в марте на базе Новочеркасского индустриального парка на 300 гектарах земли и готова к размещению новых производств. В наличии инженерная инфраструктура, место удобно близостью трассы М4 Дон. Юлия Сурикова, Владимир Савилов, Первый, Ростовский.